Сегодня в выпуске. Президент наградил Десногорских сотрудников правопорядка. Поздравление ветеранов с 23 февраля. Праздник широкой масленицы в городском музее. В преддверии Дня защитника Отечества состоялось честование сотрудников ОМВД России по городу Десногорску, которые несли службу по охране общественного порядка в Сочи во время Олимпиады. Десять сотрудников награждены почетными грамотами президента Российской Федерации и памятными медалями. Константин Иванцов, Михаил Кульманов, Антон Вегеров, Александр Гавриченков, Денис Жуков, Андрей Тихоненков, Александр Лосенков, Анатолий Чебан, Павел Архипов и Дмитрий Николаев получили награды из рук начальника ОМВД России по городу Десногорску Олега Фёдоровича Косова. Мы также поздравляем награжденных и желаем дальнейших успехов в благородном служении Великой России и Смоленщине. Затем был оглашен праздничный приказ начальника ОМВД России по Смоленской области генерала-майора полиции Михаила Ивановича Скокова с поздравлениями в адрес коллег и ветеранов с 97-й годовщиной со дня образования ОМВД России по Смоленской области и Днём Защитника Отечества. В канун Дня Защитника Отечества Комитет солдатских матерей благодаря поддержке руководителей предприятий и организаций города организовал поздравительную акцию для ветеранов. Мы, Комитет солдатских матерей, гордимся тем, что мы можем вас, ветеранов войны, поставить в пример нашим сыновьям. У нас, видите, какая достойная смена. Низкий им поклон за то, что они помнят вас и приходят, и чтят. Совместно с председателем Комитета солдатских матерей Валентиной Рожковой в поздравлениях ветеранов с 23 февраля принимали участие военный комиссар Десногорска Сергей Сибилёв, мать воина-интернационалиста Руфима Першина, участник боевых действий в Северо-Кавказском округе Сергей Санталов и его супруга Наталья. Я поздравляю вас с этим праздником. Желаю удачи вам, здоровья, всего доброго. Живите долго, счастливо, чтобы были здоровы, чтобы всё у вас было прекрасно. Наступающим праздником – Днём Защитника Отечества. Сейчас он называется так. Раньше назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Вы для нашей молодёжи подрастаетесь, являетесь хорошим, замечательным примером. И по долгой службе я занимаюсь молодёжью, тех, которые управляют служить в Вооружённой Силе Российской Федерации. Поверьте, они точно такие же смелые, отважные и в случае чего всегда станут на Защиту Моя Силе Российской Федерации. Поэтому молодёжь у нас хорошая, мы ей тоже гордимся. Вас с наступающим праздником, здоровья, всего-всего хорошего и долгих лет жизни. В этот день каждому ветерану были вручены небольшие памятные подарки и цветы. Самым ценным сюрпризом для ветеранов стала открытка, сделанная воспитанниками Социально-Репутационного Центра для несовершеннолетних «Солнышко». Подобные акции у нас в городе проводятся председателем Комитета солдатских матерей не впервые и стали уже традиционными. А ветераны, в свою очередь, ждут гостей с нетерпением. Ведь для них сейчас, как говорит Валентина Михайловна, очень важно любое внимание. И с этим трудно не согласиться. 20 февраля в историко-краеведческом музее Десногорска воспитанники Центра «Солнышко» праздновали «Широкую масленицу». Сотрудники музея в костюмах «Скомороха» и «Весны» радушно встречали ребят из четырех групп – «Журавушка», «Садко», «Радуга», «Парус» и их воспитателей. После знакомства гостям рассказали о масленице, предложили вспомнить пословицы про блины, весну, масленицу и отгадать загадки. В другом зале попросторнее дети играли, танцевали, принимали участие в веселых эстафетах. Ну и, конечно же, угощались румяными блинами. Сотрудники музея постарались на славу. Праздник «Широкой масленицы» удался. Веселый и радостный он надолго запомнится и детям, и взрослым. С 13 по 15 февраля в Десногорске в спортивном зале ООО «Полимер» состоялся первый тур финальных игр по волейболу. Большим удовольствием приветствовать гостей на нашей приступительной зале ООО «Полимер» в нашем замечательном, молодом городе. Спорт любят, уважают и умеют заниматься. Я уверен, что сегодня, по следующей дне, у всех будет возможность это увидеть. Здесь огромное благодарность хочется высказать тем людям, которые платуруют свою душу в развитии спорта в нашем городе. И, что немаловажно, существенные материальные ресурсы. Этот замечательный зал, который сегодня включает эти замечательные соревнования, как раз является подтверждением того, что спорта в нашем городе относится с уважением и любовью. Хочу пожелать участникам соревнований, честной десногорской борьбы, командной славности и безусловной победы. На паркете десногорцы встретились с командами из Ярославля, Соснового Бора и Ярцева. В упорной борьбе наша команда уступила командам из Ярославля и Соснового Бора со счетом 3-1 и 3-2. Но одержала победу над Ярцевской командой со счетом 3-0, набрав в результате 4 очка. Второй тур игр состоится в марте месяце и пройдет в городе Тамбов. А третий тур вновь пройдет на Десногорском паркете с 8 по 12 апреля, на который ожидается приезд команд из городов Россош, Острогорск и Ярцева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова